И всем приветиками и секретики и вы сейчас в моем канале Секрет Тока. И сегодня с вами снова я Силия и вы сейчас находитесь на моем канале Секрет Тока. Сегодня у нас пятница, а значит как всегда выходит видео на тему об устройстве. Ну и в связи с обновлением, которое вышло совсем недавно, с новым домиком, с новым паком мебели, я выкладываю об устройство на тему, или точнее с этим паком мебели. Кто еще не видел обновление, точнее обзорное обновление, то можете посмотреть, оно уже есть у меня на канале, также я вам там посоветовала купить же или нет это обновление. Ну и в общем все показало подробненько, что здесь нового появилось. В общем, кто еще не посмотрел, то обязательно посмотрите. Ну а если вы уже посмотрели, то пожалуйста, можете сейчас посмотреть об устройство именно с этим паком мебели. Ну и давайте мы с вами уже не будем затягивать и поскорее начнем. Желаю всем приятного просмотра. Как вы уже поняли, в этом об устройстве я буду обустраивать ресторан с новым паком мебели. Естественно, нам выгружали новый пак мебели, который связан на тематику ресторана. То есть его нам загружали, чтобы мы могли обустроить свой ресторан, тоже в хоум-дизайнере. Здесь достаточно добавили много разной мебели и она на самом деле очень даже прикольная, мне понравилась. Ну и этому обновлению я поставила в прошлом видео 8 из 10 оценку. В этом видео, если честно, она у меня даже не меняется. Вот с обустройством я поняла, что и вправду, мне кажется, оценка этого обустройства где-то 8 из 10 в принципе. Конечно же, вы свое мнение могли написать также в комментариях. И сейчас также можете написать свое мнение в комментариях. Ну и также хочу уточнить, что здесь я буду использовать, стараться использовать только вот бесплатный набор мебели, который дается всем пользователям. Ну и также только вот этот набор мебели, который новый у нас. Но в частности, я там использовала коробочки и еще что-то из других паков мебели. Это кофемашина вот еще. Но надеюсь, что это никак не повлияет на обустройство и на вашу оценку. По сути, обустройство сделано только из вот нашего нового пака мебели. Поэтому оцениваем, как бы мы обустроили только вот с этим паком мебели, который у нас есть. Новый. В общем, ребята, сейчас я вам расскажу про обустройство, но потом, если у нас останется еще время в этом видео, то мы поговорим на какие-нибудь отвлеченные темы. Возможно, я их где-то могу при разговоре затрагивать. Ну а сейчас давайте поговорим сначала про обустройство, ну а затем, если что, перейдем куда-нибудь на другую еще тематику. Итак, вы спросите, как пришла эта идея? Мне кажется, это очевидно. Эта идея пришла, потому что вышел новый пак мебели, поэтому я и решила с ним сделать обустройство. Следующее — это какие здесь будут комнаты. Давайте я вам их расскажу. В общем, первая самая маленькая комната — это будет склад, где будут храняться продукты. Следующая большая комната — это кухня, где будут готовить все для наших любимых гостей. В общем, будут готовить вкусную еду, ребята. Далее у нас идет коридор, и там есть внутренняя комната. Это внутренняя комната. Там я сделала туалет, или точнее такую комнату, как же ее называют, уборную. А дальше также идет большая комната, и там уже посетители могут присесть, покушать, занять столик там, поговорить по душам, что-нибудь отметить и так далее. Ну, в общем, самый ресторан, так скажем, самое главное, наверное, комната ресторана, где вот куда приходят посетители. Далее там есть еще также касса, где можно все оплатить, вам распечатают чек, где вы можете посмотреть меню и ознакомиться вообще с этим ресторанчиком. Ну, и также еще есть комната на улице. Это уже веранда, где тоже можно покушать на свежем воздухе, если, допустим, там не так сильно холодно. Так, на свежем воздухе тоже можно сделать такую романтическую обстановочку и покушать. Например, я всегда, когда становится жарко там, допустим, или, ну, просто тепло на улице, то я обычно кушаю вот где-то на верандах, в помещениях как бы душно, знаете, ну, такое себе. А вот на улице там прям, ну, прелесть, прям эта атмосфера. Если, конечно, есть такая возможность, то я обязательно покушаю на улице. Извините, что у меня с акцентом сегодня? Не знаю, сразу простите, постараюсь сейчас его сделать поменьше. Кстати, если вы можете заметить, то вначале я вообще практически абсолютно не поменяла никакие стены, полы. То есть меня, в принципе, все устроило, я не захотела ничего менять, и поэтому я поменяла только пол вот в этой комнате, по-моему, и еще там на веранде. И все. Короче, ребята, разработчики вошли в мой вкус. Ну, ладно, короче, скажу свою оценочку. В принципе, обустройство получилось, мне кажется, неплохое, результат меня обрадовал, потому что обычно я разочаровываюсь, когда обустраиваю домики с одним только паком мебели, вот, потому что не хватает каких-то предметов и еще чего-то, да. Ну, естественно, наверное, разработчики это делают, чтобы покупать еще, еще и еще. Но здесь получилось классное обустройство из одного пака мебели, поэтому я ставлю оценку 10 из 10. Вот. Это очень хорошо, что у нас всего хватило, так скажем, я даже не все успела вам показать, все предметы в этом прекрасном обустройстве, потому что у меня не хватило места. Мне пришлось переходить потом в конце в другой дом, чтобы взять еще продукты и положить их вот в ящики и в холодильник там на складе. Прикиньте. А я еще хотела сделать блюдо красивое на столе, но у меня этого не получилось, поэтому все так сдержано. Ножка мне где-то показалась, что слишком была переполнена, но, не знаю, возможно, и вам тоже так покажется, но я уже к этому, на самом деле, привыкла, потому что мне так всегда. Да, вот просто привыкните, что у меня такие обустройства переполнены. Кстати, обустраивала я не так уж и долго, я еще слушала музыку, и у меня такой был классный вайп, на самом деле, прям атмосферно. Ну и, в общем-то, обычно я с музыкой обустраиваю долго, в этот раз как-то даже быстренько получилось. Наверное, из-за того, ну, у меня всегда вот такие обустройства с одним паком мебели получится достаточно быстро, потому что выбора не так много, и ты не так заморачиваешься по каким-то поводам. Ну и также будет видео, конечно же, связанное с этим рестораном у Сили, с Лео будет влог в этом ресторане. Думайте, какой. Ну и также я хотела бы сказать, что я, возможно, там что-то поменяю, потому что это обустройство я делала как бы, чтобы только с одним паком мебели, а если с Лео и Лео туда пойдут, то я, возможно, что-то еще добавлю, что-то уберу, вот так, отредактирую, в общем, под них. Но это, наверное, все, что я уже могла сказать про обустройство. У меня реально уже просто, ну, все, закончились все слова, и, в принципе, обустройство уже подходит к концу, что такое, и никогда не успеваю о чем-то поговорить еще. Но важная новость. Будет на этой неделе последняя серия сериала моего «Необъяснимые чувства», и потом обязательно я выложу все серии, но когда? Подписывайтесь на канал, чтобы узнать об этом и нажимайте на колокольчик. Ну а на этом все, вот результат на ваших экранах. Ставьте лайк, если вам понравилось это обустройство и это видео. Также подписывайтесь на мой канал, как я уже сказала ранее, и пишите в комментариях свою оценку и мнение об этом обустройстве. Ну а с вами была я, Силия, всем пока-пока, и до встречи в новом видеоролике.